Я хотел побежать по берегу, но за мое отсутствие, как видите, берега уже здесь не стало. Хотите побегать посложнее на самых сложных дистанциях, на самых сложных местах? Выбирайте песок. На нем вообще бегать невозможно. Как вы думаете, зачем я показываю вам все эти моменты с пробежкой каждый день в разных локациях, стараюсь в разных локациях. Вот мне интересно, напишите внизу в комментариях. Ты тоже на пробежку? Извини, я в наушниках. Что ты говоришь? Что там по забегам? По забегам все классно. Умираю. Вижу, что ты. Нифига не легко на самом-то деле. Понял, можно всегда сказать, что фанаты, фанаты меня преследуют, уже на улице, ходят за мной. Ром, привет. Рад видеть. Вот на этом, в принципе, все и заканчивается. Потому что пробежка была и целый день монтажа. Целый день монтажа безвылазно. И поэтому вы сейчас будете смотреть следующий день. Итак, с последних новостей. У меня украли аккумулятор. Обожаю Украину. С каждым днем все тяжелее. Бегать. Не знаю почему. Вполне возможно, из-за того, что это связано с холодом. Привет. Как приятно вернуться на большую камеру. Потому что у этой малышки, в принципе, никаких проблем нету. Кроме того, что маленькая матрица. А так, в принципе, она меня очень часто выручает. Так как у нас должна была поездка быть в Италию, я заказал специально для этой камеры батарею. А для этой малышки тоже должен был заказать. Хорошо, что не получилось. Потому что, увы, поездка в Италию из-за коронавируса отложилась. Оригинальная батарея от Nikon будет EN-EL14A. А я купил, получается, копию, которая будет ничуть не хуже. У нее просто EN-EL14. Отличается тем, что чуть-чуть копия меньше. И чуть-чуть она по мощности меньше. А также цветом. Оригинальная будет серого цвета. Копия будет черного. Ты не хочешь вернуть мои ключи, пожалуйста? Не? Да. Почему вчера не было видео? Я задаю себе этот вопрос. И, в принципе, у меня есть даже для себя небольшое объяснение. Но хочу ее объяснить заодно и вам. Дело в том, что я начал сотрудничать с Rackwurst Studio. И некоторые моменты мне нужно делать в программе Sony Vegas. Последний раз я делал в Вегасе что-то в 2015 году, когда вел другой канал. И вот я вообще ничего не помню. Так получается, что там более трудоемкий материал. Там все способствует тому, что в ней делать некоторые вещи намного проще. Плюс, если ты не успеваешь что-то делать, ты просто отправляешь им. И если они захотят, они тебе помогут. Они быстрее все это дело доделают. И вчерашний день получился таким, что вот просто монтаж. Просто целый день монтаж. И вот он просто пролетел. Кроме пробежки особо ничего и не было. Не кусай меня. Не кусай меня. Чего я камера подключила? История такая. Хотели поехать в парк малыша покатать. А так как у нас уперли аккумулятор, катаемся с горки во дворе. Пока пытаешься одеть штаны, мне пора идти. Пока-пока. Милая, мне пора. Давай. Привет. Всем привет. У меня украли аккумулятор. Пошли искать. Все, пошли искать. Пошли искать. Мы должны были ехать на вот этой машине. Спасибо Жене, он привез аккумулятор. И теперь это тоже и отправляется в город. Мне понравилась эта шутка. Патруль на полиция, миссия для любителей в штрафе. И они даже зоны обозначили. И там еще одна такая же метка. Прикольно, мне нравится. Знаешь, такой легкий бэкстейдж, как все это происходит. Да? Да, дело в том, что иногда видео прерывается, и люди не совсем понимают, как вообще логическая цепочка в этот день была сделана. Поэтому вот это все, вот это все, нам нужно перефоткать, переделать. Мы закончили в Светло. Теперь можно перекусить, в принципе. Куда двигаемся? Двигаемся прямо. Двигаемся без повода. Все, да, все логично, все прямо. Слушайте, в троторе появилась-то новая баста. Выглядит примерно вот так. Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, вот эта паста новая, ну, довольно вкусная. Если будете здесь, то можно, в принципе, заказывать. Но местами мне показалось, что она вот именно немного на любителя. А так все неплохо. Особенно, когда ты очень голодный. Приехал к своей сестре. Вешать тыкву на ворота. Это небольшая, получается, маленькая, скажем так, традиция. Все началось с того, что случайно один раз повесил, а на следующий год еще раз повесил, еще раз, и в итоге я уже вешаю тыкву на ворота. Еще раз, еще раз. У нас такая традиция. Теперь уже да. Так, вот эта тыква. Сюда вставляем свечку. Оно, конечно, в темноте не видно, но тыква получилась очень прикольная. Так, мама приехала. Приехали повидать маму. Это я, если что, в 14 лет. Это я, если тыкву на ворота. Это я, если тыкву на ворота. Это я. Я, если что, в морозе.